Да, но не под 80 же, господа. Должно быть. Но там дистанция маленькая, 5 игр всего лишь. И тем не менее. И TNC, кстати, опасаются, кажется. Ого! 61%! Crystal Maiden. 49 матчей. Просто ошеломительная дистанция. Видимо, мне не везло просто. Именно на лузы я попадала. А классный винрейт и огромное количество матчей в рамках The Cave Major. Это только за эти квалификации. Представь, есть вообще более опытные команды, которые с ЦМ-кой исполняют нереальные вещи. Это тот же Fly. Помнишь на старой серии? Это БКБ, врыв с блинка от Fly на ЦМ-ке. Очень много дэмэджа. Она в топ-5 могла войти по дэмэджерам. Да, и вот она тут тоже появляется. Мы тоже посмотрим. OD от Clutch на 4-й пик. Изъяли, по сути, TNC Crystal Maiden у Clutch. В теории она могла у них оказаться на пик 3-й. Хотя у них взгляд упал на Рубика, и они решили, что Рубик будет лучше. Ну, Рубик такой более нейтральный. Вообще-то, кстати, TNC, это тоже одна из тех команд, которые с ЦМ-кой играют очень часто. Любят, да? Да. На ней играет Риор, и Риор на ней исполняет неплохо в плане перемещений по карте, в плане макро. Потому что он изначально знает, если ему нужно помочь на линии своим керри, он помогает. Если, например, помощь не нужна, они ставят какого-то самодостаточного героя. Например, вивера они ставят на линию, будет сложная, например, или легкая линия. И Риор отправляется фармить лес. Потом уже с 3-м, 4-м уровнем выходит и начинает помогать активно на линиях. Ну, Crystal Maiden — это саппорт один из лучших, пожалуй, пятой позиций, потому что она действительно имеет потенциал фармить лесных нейтралов. Причем фармит она их очень эффективно при помощи колбы даже первого левела, и она сметает какого-нибудь толстого урсу и так далее. В свою очередь, Слардар превращается в саппорт четвертой позиции, он на пятой зачастую не прибывает, и может ассистить Дарксиру на линии, в свою очередь. Да, Вивер, Соло-линия, Crystal Maiden, которые путешествуют, ходят по лесам, собирают фарм. Дарксир и Слардар будут стоять против вопроса кого. Клатч Геймерс скоро на него ответит. Тинкера забанили против Ку-Ку Клатч Геймерс. Боятся Ку-Ку на Тинкере. Я бы тоже боялся. Я бы боялась. Вообще, частенько Бу любит под пятый пик взять Тинкеру, укрепив тем самым свой хайграунд, вообще взять такого героя, на которого не факт, что у тебя найдется управа, да, если мы посмотрим на пик Клатч, то чем его, собственно говоря, ловить? Ну, можно там, допустим, Кентавром тем же самым, но и то прям такого серьезного контрпика нет пока в их. Не, ну, там есть Югурмак, там есть Рубик, но правда, чтобы вот... Именно когда в миггейме уже сознавато будет. Да, и гирокоптер, вот некоторые его вообще за героя не читают, а кем читаете его вы, господа? Мне очень понравилось, как собирался Пайкат в одном из матчей Нави на этих квалификациях. Да, они проиграли тогда с этим гирокоптером, но там не в гирокоптере отнюдь было дело. Пайкат собирался через Аганим и Мьолнир на гирокоптере. То есть это интересная сборка. У тебя мало того, что одна дополнительная тычка 1,2 секунды вылетает, и при этом еще срабатывает эффект от Мьолнира. Но эти два артефакта становятся зависимы друг от друга. Одно без другого не так здорово выглядят. Так и есть, так и есть. Но вообще на самом деле я считаю, что Аганим на гирокоптере, вот мы говорили, многие считают его бесполезным, и мы вот когда обсуждали полезность Аганима на гирокоптере, я считаю, что его еще нужно поднять, потому что когда вылетает эта тычка 1,2 секунды, она вылетает вот одинокая, да? А было бы круто, если бы она вылетала с флэка. То есть вот точно так же. Только массово, когда работает флэк, она вылетала по всем. Тэмпларку добирают для ку-ку. Да, и ласт пик, по мне, так весьма неплохой для ТНС. В общем, простая в исполнении стратегии у них получается, да? Да, они так и играют, они набирают то, чем они реально умеют играть. Никогда не придумывают велосипед, и мне это нравится в этой команде. ТНС, они выбирают там несколько, там, 3-4 простых вот стратегии, и, как говорится, какая-то тактика, и мы ее придерживаем. Окей. Ну что ж, а игра начинается. Я лишь напомню нашим зрителям о том, что у нас проходит множество призов от наших друзей-партнеров, EGB.com и, конечно же, марки Dota2.net. Все подробности по ссылочкам в чате вы найдете, наш бот предоставит все необходимое, там уже инструкции, там от вас буквально пару кликов требуется. Ну и, конечно же, фотки по хэштегу SLTV и Dota по-киевски. Ждем их с нетерпением. Перенесемся в Dota. Ну что ж, доброе утро, дорогие зрители. Кто-то дожил до сегодняшнего часа, до сегодняшней минуты, до текущей минуты, начиная с ночи. А кто-то только просыпается. А кто-то только-только встает, да? Ну, в любом случае, рады приветствовать вас. Самое главное, что ты дожила, потому что... Мне еще жить и жить, понимаешь? Еще весь регион с тобой отстаивать, освещать. Ну, а сегодня два бастов-три. Мы знаем то, что никакого там гранд-финала квалификаций не будет. Faceless уже проходят, потому что у нас Юго-Восточная Азия имеет два слота. Но и Clutch Gamers, и Минески, и TNC имеют шанс побороться за право поехать в Киев. На Киев, мейджор. Да, начинают они это делать прямо сейчас. У TNC действительно очень простое в исполнении драфт. У них очень сильные соло-линии. Это касается Темплар Ассасин и Вивера. В свою очередь, Слардар и с Дарксиром мы уже обсуждали. Всем известная связочка, как она работает на линии. Также многим понятно. И, в целом, дизармор, быстрый Рошан, выиграть линии, забрать рожку, пойти и дозакончить. Да, да и не только на линии, кстати, Слардар с Дарксиром работают. Они работают и по игре. Слардар, да, он вообще роумит. И скооперироваться с Crystal Maiden при сапоге и левеле четвертом-пятом самое то. Можно спокойно пиковать. Но Тимс один из тех игроков, которые на Слардаре отыгрывают замечательно. Вот Слардар, Эр Спирит — это его герои. У Тимс вообще классный. Вообще, да, если не забанят Эр Спирита кто-то против Тимса, то держитесь просто. Да, тут по вардингу у нас что? Есть у Radiant один вард на хайграунде, на центре. Да, да, есть информация по руне и перемещениям сапов. Да, и также один вард вот здесь, внизу, на нижней руне. Тимс приходит встречаться с Огрмагом, но на самом деле уже встречался он вначале. Мы видели, как его пробил Огр на половину здоровья. Ему нужно было отходить и регениться на фонтане, который на базе там стоит. Кентавра немножко пробили. Мы видим, вот, Риор немного дает Рейвену Спейса, тем самым прогоняя на первых уровнях Кентавра с линии. Это очень важно, потому что сейчас Кентавр отойдет, потратит весь свой реген. И Риор в это время может переместиться в леса. Опять, когда Кентавр вернется на линию, он просто выйдет, даст две голбы и не будет испытывать никаких проблем. Так и есть. Несмотря на то, что Кентавр очень крепкий персонаж, метовый, и с ним умеют обращаться как следует, тяжело пробить. В данном случае Тинси догадались взять Вивера и Кристал Мейден. Действительно, им хватает как урона, так и какого-то магического прокаста по нему от Кристал Мейден. Да. Проблемы, на самом деле, испытывает вот пока только Куку в центре. Я смотрю, он стоит против ОД, да. А мы совсем с тобой не обсуждали драфт именно Клач. Мы только вот Герокоптера заметили, он привлек наше внимание. А тут классика. Это Огр, который приходит в мид и мешает, и мешает весьма эффективно, что заметно по Крипстату. Темп Ларке, у которой рефракшен, Огур разбивает этот рефракшен. Конечно, противно играть просто нереально. Но у Куку проблемки, на самом деле, потому что приходит сюда вновь и вновь этот Огр Маг противный, и Тинс толком помочь никак и не может. Может там где-то поторговать лицом, где-то принять на себя часть этого урона, который выдает Огр периодический урон, но его очень-очень много. И из-за этого Темп Ларка в миде страдает. Мы видим 12 на 8 ОД Крипстату, Куку 3-2. И это не вина самого Куку, там его недостатка личного скиллатом или еще что-то. Нет, конечно. Это просто драфт такой специфический, там Огр Маг. Это катастрофа, и Тинс не в состоянии помочь. Реально, совершенно никак. Он может только глаза мозолить, делать вид, что он присутствует, морально поддерживает, так сказать. Куку, не беспокойся, ты не один. Но в целом забрать они этого Огра не могут. Хотя, ты посмотри, как сплэш отлетает просто... Пси-блейды летят с затылок Амелю. Ну, рефракшн закончился, опять же, за 3 секунды, и... Не знаю, от Куку что-то с этим поделать. Хотя, вот развели ОД на Healing Cell. А очень аккуратно он до себя ведет, зачем он так подставляется, его в конце концов расхарасит. Он только что фласку потратил. Очень здорово через Пси-блейды обрабатывает Куку ОД. Да, вообще Темп Ларка тоже герой такой, который может камбэкаться и за счет Эншент. Куку, которые стакают Куку активно. Нет, для нее все не окончено, скажем. Для нее не ограничивается все. Ланин стадией, ты абсолютно прав. А вот то, что сейчас нам показал ОД, я вообще не поняла, что это за фокус. Реор имеет третий левел, по-прежнему продолжает морозить Кентавра, а Кентавр, в свою очередь, даже второй. При том-то, что Рейвен на Вивере четвертый, и мы видим, как работает Кристал Мейден. И на линии, и там парочку крипов у нее имеется. Как ты упоминал, Реор, кажется, знает, как поступать с Кристал Мейден. Да-да, и они часто играют ТНС с этой ЦМ-кой, и, в общем-то, мне нравится то, что они придерживаются каких-то своих именно наработок. Взгляни. Тимс делает это уже не первый раз. Он делает это второй раз. Вот четвертая минута, он же две руны стащил, зараза. Тимс получает дебл-эдж, находясь под спринтом, много урона, хувстомп, и забирает Тимса. Хорошая перетяжка от Рубика. Наказали, наказали. Тут еще и бамбакс подходила с дабл-дэмэджем потихонечку. Тут шансов, конечно, у Тимса выжить не было. Да, но приходится использовать святыню также. Аутворд Девауреру мы видим то, что теперь, когда суппортеры зашлись один на один ОД, не такой уж и крутой против Темпларки. Когда есть помощник, вот в лице вот этого товарища с дабл-дэмэджем, тогда, да, а один на один, правда, вот Дестом Пларк разговаривает слабовато. Приходится, приходится Коку терпеть до сих пор. Но надо отметить, что свободное от Огр, скажем так, время, пока он отсутствует, пока смена его заканчивается, он старается вывести максимум в этот момент. И вот, подходит, Огр дынает ранжевого крипа, просто пакостит, насколько в состоянии. Да, что у нас происходит на сложной линии, мы ее как-то обошли стороной. Но Кентавра мы не обходили, а вот про Дарксира забыли совсем. Да, да, да. На сложной линии ТНС, конечно. Здесь стоит Сэмэйдж и имеет всего лишь 7 крипов, что очень нетипично для Дарксира. Потому что герокоптер герой рейнджевой, у него никаких проблем с Дарксиром абсолютно нет. Герокоптер тоже здесь стоит спокойно, причем сами Клач понимают, что можно оставить герокоптера против Дарксира стоять один на один. Это будет вполне хороший для него лайнап. И мы видим то, что и Дарксир страдает в плане фарма, в плане крипов. Возможно, даже Сэмэйдж стоит обратить внимание на лес. Но ты помнишь, что во время драфта каким образом был раскрыт Дарксир? Уже на второй пик Дарксира показали ТНС. Соответственно, столкнулись с той проблемой, что враг выберет удобного для себя героя на кэри, на изи линию. И в данном случае это оказался герокоптер. Герокоптер отлично отпушивает линию с помощью Клэккэнона, если вдруг она запушится. А также Дарксир не может давить щитом. Есть замедление от Рейора, подходит сюда также Огрмак, Рейор не может дать, колба не хватает, рейнджа. И вот в этом плюс ОД. Его не так красиво гангать, но он сам очень хочет умирать, мне кажется, порой. В общем-то, да, немного подставляется. Зачем делает это, неизвестно. Ну и продолжаем мысль о герокоптере. Чем хорош ДС, да? Он продавливает линию, потом вешает щит на себя и бежит давить тебе фейс. В данном случае это герокоптер. Холдаун полетел на Сэмэйджа и параш. И это фраг. Причем достается фраг именно герокоптеру. Здорово все сбалансировано сделали. После болта последние тычки, последние заряды от Берейджа. Ну и вот представь себе картину. Ты дарксир, бежишь за герокоптером, а он тебе в бараш. А тут нападение ответное на Кентавра. Правда, Кентавра не так просто изобрать. Сюда подходит Тимс, прилетает Огрмак, Рейор кидает колбу. И Тимс получает файр-бласт, хув-стомп и до свидания, Тимс. И красиво. Ну, 3-0 ведут клач. И доказывают вместе с тем, что сейв ТП это нормальная тема. Да. Пока единственный, кто не испытывает проблем на линии УТНС, это Вивер. Ну, получается так. Дарксиры отовнили. У Дарксира априори стоит герой, который будет посильнее. И, соответственно, герокоптер 17 денаев умеет на данный момент. Если мы обратим внимание, очень старается вообще ничего не дать ДСу вывести с линии. Сюда еще также приходит Рубик. Смотри, он тут обустроился, говорит, я хочу очень шестой. Герокоптер говорит, никаких проблем, бро. Я займусь чем-нибудь еще. Да, ну, в данном случае можно пойти по тригеннице, фармом леса заняться. Ну, они пока вот, видишь, в смоках скрылись. И если так подумать, то у герокоптера замечательный ганг потенциал. Почему бы его не попытаться реализовать? Да, в это время Ку-Ку занимается фармом. У ТНС все достаточно ожидновато выглядит. Там это Пларка, которая нужна, Эншенты. Виверу дали, вот скажем так, ту львиную долю карты. Конкретно, которую он может фармить вначале. Потому что он сам довольно самодостаточный герой, вивер этот. Ну и очень нужен Бликтаггер с Лордару. Заходят на Ку-Ку. Опа, ну, здравствуйте. Ну, святыня помогает в этом. Ку-Ку не так просто пробить под святыней. А тут прилетает Тимс. И, возможно, будет стан по герокоптеру. Но там есть Стампит у Кентавра. Забавно, что команды, которые делают сейф-тп и рассчитывают, да, на какой-то килл, на преследование, на чейс. Постоянно забывают про Стампит. Просто постоянно тратят свое время, ресурсы. Приходят, ничего не делают. Достаточно Кентавра нажать. Нападение на Кентавра. Есть станут с Лордара. Подходит сюда Огрмаг. И, в итоге, как же круто, Клач оказывается всегда в нужное время, в нужном месте. Спелл Стил. И, наконец-то, у Рубика появляется заветная Шикуча. Дарксир, кстати, приступает к фарму вражеского леса. Немного отбирает. Ну и правильно делает. Пока есть возможность. Пока он видит, как несколько героев втянулись в топ. Да, наглеет немного СМэйдж. Но ему, правда, ему это позволяют делать. Куда-то Рер спешит. Тоже на бот. Решил провардить. Провардил. И кто там на боте у нас? Гирокоптер. По гирокоптеру можно будет как-то поработать. Первая стяжка. Ульты у Кристал Мейден нет. Да. Никакого ганг-потенциала по гирокоптеру реализовать не удастся. Поэтому можно спокойно раскрыть свое местоположение. Что-то подфармить и идти по своим делам. Брюнетка Кристал Мейден. У Риора, кстати, Аурап 3. Качано. Ты про СМ, да? Аркейнаура. Ку-ку забирает очередные стаки Эншентов. У Ку-ку все довольно неплохо в плане Крипстата. Кстати, Кентавр опять нападает на Тимса. Но Кентавр может погибнуть. 6 хп остается после дабл-эджа. И это было рискованно. Если включить Натворса, обратить внимание именно на них, то можно заметить, что Ку-ку от ОД не сильно-то и отстает. Учитывая то, что у ОД появился Мидас. Ну, понятное дело, Хэнд оф Мидас у него появился, во-первых, недавно. Во-вторых, Сэншентов ты получаешь гораздо больше. Там на скане заметил Дарксир своих оппонентов. Полетел кулдаун по СМ, но его здесь не должны забирать. Должен пережить этот урон Дарксир. В какой позиции Рубен находится? Посмотри, он хочет забрать Дарксира. Смотри, ползет, ползет за него с Шикуча. Прошел со Шикучами. Болт. Так. И кажется, Кентавр просто возвращается к нему на Шикучах. Потрясающе. Здесь отыгрывает Рубен. Но его, правда, находят. Еще и казнят. Суть тиммейта, похоже. Или что ты делаешь? Флайсоло стики. Поднимает, отталкивает от себя. И Шикуча на Шикуча. И кажется, истинный владелец Шикучи, мастер Йода, скажем так, знает, как ими выгоднее воспользоваться. Да уж, ку-ку. В это время стоит в центре. Но какой-то спейс огромный был, что вытверил Рубик. Мало того, что он сделал фраг на оффлайнере, он еще и загнал трех персонажей. Там целую минуту продержал в этих лесах. Легчайший спейс. Сымейдж, а он умер? Разве два раза он вроде умирал? Я смотрю, Дарксира. И кажется, два раза от Герокоптера. Нет. Вот только что его забрал Рубен, проехался по нему Шикучами. А первый раз мы с тобой наблюдали, когда кулдаун пошел, подъехал Рубен. И вот все в этом роде. Да, точно. У Кентавра, кстати, уже имеется блинг. Что? Откуда он вообще эти деньги достал? Ну, в смысле, вот деньги на блинг, да? Блинг он еще не купил. Купит, естественно. И одиннадцатая, ну, двенадцатая минута блинг, даггер. Потрясающе. Ну, на самом деле, это не самый, скажем так, лучший результат, который я видел даже на этих квалификациях на Кентавре. Потому что уже на двенадцатой минуте, когда у Кентавра реально все хорошо, у него обычно имеется и худ, и блинг. Ну, здесь у Кентавра все было не так хорошо. Не знаю, не знаю, не знаю. У него 1.02, ты рассказываешь о таких артефактах, которые можно получить, если тебя фидит 24 на 7 в харде. Не, ну, там просто было у Кентавра все замечательно, я вот об этом. Да, и у этого вроде неплохо его старались напрягать, конечно. Ну, посмотри сам, видишь, если так прикинуть, у него уже 580 голды сверху. А это пол, куда, то есть нормально. Да, это неплохо, я ни в коем случае не говорю, что Кентавра там загнобили или еще что-то. Кентавра, правда, стоял свою минуту хорошо. Что-то я слышу. Опять он по рассасе разбирается с Сэншнитами. Да, и хотят клач... Первая строчка, первая строчка по Нетворцу. Вся работа на смарку, что в миде стоял, зачем кидал эти игна, это непонятно. И хотят клач начинать прессовать вышку. На ботме сейчас подходит гирокоптер ТНС, если что, готовы защищаться. У Сэмэйджа имеется уже третий вакуум. А есть ли сейф? Ну, в принципе, есть тампид, да, откинутся кинезисом и так далее. Но все равно, не стоит лишний раз подставляться на гирокоптере. Не рискует давить тавр дальше. Более того, просто выходит тампид. Сэмэйджа его пытается разбить, но ее поднимает Рубик. Уже пошел Рокетбэрэш с кулдауном полетел. Реор погибнет. Реор погибает первый. Дальше погибает также еще и Слардар. И стампид используется на отход. Ну, это безумная драка от ТНС. Абсолютно бесполезная. Летчики за летчики. Вард. Забайтились на этот вард. И прекрасно должны были понимать ТНС, что оппоненты их видят. Оппоненты готовы принимать драку именно там. И еще один смок моментально реализовывается. Потому что у кентавра есть блин. Кентавр хочет кого-то подловить. Кентавр, конечно, молодец. И кентавр это может сделать. А вот Слардару стоит поумерить свой пыл явно. Потому что шестой он апнул только сейчас. И вместе с темпларкой уже теперь надо бы кооперироваться. Рэйвен. И хороший ультимейт от Рэйвена позволяет ему уйти. Смотри, догоняет, догоняет, догоняет. Нет, догнал. Будет попытка забрать курицу. Нет. Не верит в себя Флай Соло. Там Огра приморозили. И попытаются его забрать. Но опять кулдаун от Гирокоптера. Полетел по Риору. Наваливает очень больно. Но Риор выживает. Интересно, что хочет Рэйвен от данного персонажа? А вот что он хочет. Тут темпларка подходит. И Ку-Ку уже перетягивается с фарма крипов на фарм героев. Потому что у Ку-Ку уже имеется Блинк Даггер. И также денег хватает почти на один Митериал Хаммер. После такого-то килла на Мейн Кэрри, который занимал ведущую позицию по Натворсу. Ку-Ку! Есть стычка с Мелда по Кентавру. Под Коррозив Хейс. И поднимает Слордара. Бросает на Ку-Ку. Ультимейт от ОД хоронит Тимса. По-моему, Ку-Ку даже не понял, куда исчез его тиммейт. Не понял, куда исчезли его маны, его все ресурсы. Куда пропали. Это произошло в мгновение ока. Тычка с Мелда по Рубику. Вакуум. Легкий фраг для СМЧ и Ку-Ку. Как же они просто ходят по Вижену. Как будто бы опсов вообще не существует в доте. На боте распушивает тем временем Тавер на Реван. Туда дефать пришел Ханом. А на топе отпушивает, кстати, Герокоптер, который погиб достойной смертью, скажем так, на боте. Теперь он туда возвращаться, кажется, явно не намерен в ближайшие минуты. Опять подрегенились на святыне игроки команды ТНС. И у Тимса по-прежнему нет блиндаггера. Но, в общем-то, чего ожидать с Лордара четвертой позиции, у которого, тем более, все было не так уж и радужно на самом деле. Но, несмотря на это, у Тимса имеется полторы тысячи золота. Даже несмотря на то, что вроде бы не все хорошо у него было. Да, где-то умирает, теряет по голде, но как-то копит. Откуда-то деньги все-таки достает. Очень старается. Смоук. Снова, да. Накрыли себя дымом и пошли искать фраги. На смоку четверых героев хотят выйти на одинокого ОД. Или на одинокого Рошана. Одинокий Рошан привлекает их больше, как оказалось. Начинает разминать Рошана. И знаешь почему? Под Аркейн руной, я думаю, Куку сможет melt, 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 melt. И еще раз, melt, и еще раз. Очень хорошо под Корзюхезем разминает Рошана. Тоже пол ХП отсутствует. И вот так вот к 17-й минуте Рошан упадет. Да, такой ниндзи Рошан получился от двух персонажей команды ТНС. Очень хороший бонус, потому что Куку приближается к Дезолятору. Тимс все ближе и ближе к Блинк Даггеру. Да, в идеале бы и Блинк, и Дезолятор, а уже потом реализация Эгиса. Но по-моему, ребята настаивают на драке. Тимс может погибнуть. Или же вот... Нет. Обидно подставился. И снова, ты не замечаешь, что погибают герои на одних и тех же местах? То Рубик там прошелся, теперь Слардарк. Обмениваются такими подфитками. А на Боте тем временем, да, Куку, который изолятор себе несет. Тем временем Рейвена оставили. Опять же без внимания у Рейвена. Не самый лучший Нетворкс на карте, но при этом все равно он старается не отставать от Гирокоптера. У него уже имеется ПТ Драгон Лэнс. Две тысячи на руках. Да вообще-то у него даже очень все неплохо. Рейвен видит Гира. У Гира, кстати, Доминатор Драгон Лэнс. Учитывая, что Гирокоптеру тоже доставались фраги, вот сколько фрагов у Гирокоптера, у них одинаковая ситуация. Да, у них одинаковая ситуация, 2-1-3. Но Гирокоптера один раз его удалось за ганги, ни разу не подставилась пока под ганги. Рейвен успешно выходил из затруднительной ситуации. Но пока что у него 7600 на Нетворца. И это нормально. Это нормально абсолютно для Вивера. Такой небольшой разрыв между корпозициями. Композициями. Пытаются забрать ТНС. Здесь же ОД прилетает на сейф ТП. Ловят Тимса. Тимс будет умирать. Но с тяжкой стенкой по троим Тимс погибает. И, видимо, вот этот вакуум и стенка давались на отход. Преследуют игроков команды ТНС. Но здесь уже готовый Риор. Ультимейт замечательный по Рубику. Рубик умирает. Бедный Рубен. За что ему все это думают? ОД под коррозией в хейст находится. Сюда может запрыгнуть Куку. Начинает разваливать ОД вместе с Вивером. И Outward Devourer делает форстаф на лоу-граунд. Чем себя и спасает. А Вивер делает таймлапс. Кстати, у Куку уже имеется эгиды. Не стоит забывать. И Т2 вышку внизу теряет клатч, геймерс. Ну все. Куку дает разогнаться. Ему дает разогнаться. Буквально 5 минут. Все. Эта темпларка, по-моему, ее не остановить. Дайте ей еще буквально полторы минуты. Она займет лидирующую позицию по нетворству. И будет наказывать всю карту. Тем более при таких ассистерах, как Вивер и Сардар. Кстати, добился успеха Сардар? Есть у него блин? Есть. Есть Бриндагер. Есть Бриндагер. И это хорошо. Да. Отпушена линия, на самом деле, сверху у ДНС, что заставляет вновь и вновь команду из Филиппин стягиваться. Так Вашгеймерс, кстати, тоже из Филиппин. Ну там у одних написано Малайзия, а у других Филиппины почему-то. Организация может Малайзия есть. Да-да-да. Видимо, основной критерий именно организация. По которому ориентируется. Так. Хана получает Крозу Хейс. Вынужден ретироваться. Худ есть. Начало Аганиму положено. А вот Герокоптер не собирается пока что через Майл Шторм. Обещанный, да? Точнее, завещанный Навими. И хочется Бакабет для начала. Классический Герокоптер. У Дарксира уже есть Арканы Мека. Кстати, с Эмейдж, интересно, будет ли доделывать Гревсы. По сути, он может их купить сейчас. И, я думаю, вряд ли. Все-таки купит себе Блинг Даггер. Конечно. Безусловно, Блинг. Потому как можно реализовывать эти врывы на пару со Слордаром, на пару с Темплоростасин. И Кристал Мейден вскоре тоже себе что-нибудь такое интересное прикупит. У него, кстати, Хэнд оф Майдос не за горами. У Кристал Мейден в очень неплохой позиции сейчас находится. Тинси будут, возможно, давить за Тавр. Да, мне кажется, нашли свою цель. И это Огрмак. Ну, супер толстый. Да, но они находились в молке. Они потратили немало времени кого-то в поисках. В поисках кого-то, в поисках годной цели. Этой целью оказался Огрмак. Да, лучше хоть кто-нибудь. Обиднее найти вообще ничего. Рубик. Украл рефракшн. И своим сплитпушем Клатч Геймерс заставляет Куку стягиваться наверх. А кто у них тут сплитил? Герокоптер, что ли? В одиночку? Гера сплитит. Я видел, как Кентавр тоже ходит сплитит. Они все этим занимаются. Каждый по чуть-чуть. Вот крысики-то. Вот, то есть, прямо сейчас мы можем изучить графики. Графики весьма неоднозначные. И пока что не уходили. Тинси не отставали своего оппонента больше, чем на где-то ориентировочно полторы тысячи по экспе и голде. Где-то вот около двух тысяч потеряли однажды при виде оппонента Тинси, но сейчас уже обстановка выравнивается. Она, в общем, выравнивается время от времени. Вот уже пять раз куда-то в какую-то сторону шла и возвращалась на круги своя. Да, вот у Куку пропадает эгидо бессмертия. И там есть трэпы на Рошане, понятное дело. Скорее всего, сейчас какой самый оптимальный выход для Тинси? Тинси это пофармить до Рошана и уже готовится к выходу на этого самого Рошана. Причем Куку объедает абсолютно всю карту. Благодаря мобильности, которую ему дает Блинк Даггер, он перемещается спокойно по вражеским лесам, знает то, что его очень тяжело словить и объедает просто вражеский лес. В то время как спорты команды Тинси фармят у себя в лесу. Но стоит заметить, что и команда, вся команда Тинси поддерживает активно Темплар Ассасин, потому что они знают, вплоть где-то до минуты 30 именно та будет основным демош-дилером. Соответственно, ей необходимы какие-то определенные артефакты. Например, БКБ. Поэтому пусть пока что именно Темпларка пылесосит абсолютно все линии, команда дает информацию как можно больше. Появится БКБ, забирается Рошан, производится нападение. И в зависимости от исхода тимфайта будет, возможно, забрана сторона. Помешкали немного Клач Геймерс и в итоге решили поражать Смоук. А лучше тайминга не придумать, потому что потом им придется столкнуться с БКБ на Темпларке. И рисуют, они понимают, где могут находиться их враги, но Тинси отходят. Видимо, либо что-то учуяли, либо сами готовят атаку в Смоуке, пока Тинси немножко подзажались даже на базе. Просто, может быть, не видят ни одного члена команды противника на карте. И решили поосторожничать. Это что такое? Подожди, это вот это вот, это как понимать? Это как? Это скан был, возможно? Нашли, нет, скан игроки команды Клач Геймерс тратили вот сюда. А Риора просто нашли. Просто сошли и нашли. Да, ну, видишь, профессиональные игроки, они знают все эти точки, они уже для них стали довольно стандартными, потому что постоянные тренировки, постоянные праки. Ну, уже ты изучаешь некоторые команды, ты изучаешь некоторые своих соперников. Да, если только от этого отталкиваться, иначе это какое-то чудо. Ну, вообще, не совсем понимаю. Кстати, закрыли в миде, есть два телепорта к ОД, но... Сбили. Блинкаут делает ку-ку. Смотри, стянули двоих, избили одно ТП, здесь же находится Хана, раскастовывается по Сардару, минуса пока нету. А вот он и свернулся, раскастовывает Рер Новый Год. Хана выходит из-под раскаста Кристал Мейден. Какая же болезненная тычка с Мейлдену. Темпларки Гирокоптера преследуют. Он находится под Свормом и добивает его Рейвен. Здесь же ОД с ультимейтом нападает, убивает ку-ку. Ку-ку погибает, кстати... Очень обидно. Да. Ну, у Вивера, кстати, Меллштурм имеется. Он может добить Угрмага, дальше преследовать ОД, если захочет. Но Аутворд Ваурор уже далеко. У него имеется Блингдаггер, у него имеется также Хрикенпайк. За счет этого уходит ОД. Своясе. Ну, помню, что у ОД Мидас, поэтому он до сих пор сохраняет лидирующую позицию по Галде. И у него достаточно много артефактов для того, чтобы быть мобильным и эскейпаться. Если что, он пришел, ультудал и смотался. Вся его команда, к сожалению, погибла. И если оценить 5-3 кап, то... Знаешь, такой достаточно равный размер. Это если опыт брать. По Галде в 2 раза больше заработали ТНС. Вот если открыть графики, мы можем увидеть то, что в нуле абсолютно находится... А графики как будто не двигаются. Больше 2000 преимуществ, практически не поднимается вот эта планка. Поэтому ничего критичного. Все только начинается. Только-только начинается. Вивера, кстати, БКБ есть. Ну, Майорстр мы уже отмечали. Что? И БКБ уже? Да, Майорстр мы уже отмечали. Есть также Блокимбар. Этого много. Даже не верят, что это уложилось в 13 тысяч надворца. Вот на самом деле у Ку-Ку был бы Блокимбар в прошлой драке. Ку-Ку вряд ли бы погиб от ультимейта ОД. Да, понимаешь, они сами решили, что будут принимать эту драку. А не стоило. Они явно драться не планировали. Для них мы уже размышляли, какой бы план был идеальным. Дождаться на Тотворасасе, БКБ. Забрать Рошу. И вообще идти, да, закончить бы игру. Это при наилучшем раскладе вещей, конечно. У ЦМки, кстати, все довольно неплохо. У Риора почти имеется Глимеркейп. Ну, в общем-то, это благодаря Мидосу, который купил себе Риор. Вот тоже один из ярко запоминающихся игроков на этой Кристаллмейтен. Мы уже это отмечали на стадии драфта. Тимс немножко проталкивает линию сверху. И пока игра немного застопорилась. Появился Рошан. Мы понимаем то, что и Клатч Геймерс, и сами ТНС. Все хотят этого Рошана. И здесь Смоук от ТНС. Хотят сделать пиков до того, как зайти на Рошана Гирокоптер. Это будет нелегко. Потому что, как минимум, у Кентавра уже на четвертом слоте красуется Аганим. А у него давно он? Да, он давно его собирал, я понимаю. Тимс нападает и прячет пока у Дэ своего союзника в Астрал. Тем самым сейвит ультимейта Триора. Гирокоптера пока спасает. Есть Стампид. Рубик украл ультимейт Кристалл Мейден. Армел, что ты творишь? И подсейвил, и сам ушел. И заходит очень быстро на Рошана, пока противник растерялся. Вообще абсолютно не понял, что делать. И Стампида нет, верно. И забирает Рошана очень быстро. Не успеют Клач Геймерс. Падает Рошана. Гиду забирает Ку-Ку. И нужно отходить отсюда Клач Геймерс. Иначе ТНС их накажут. Да, казалось бы. Они только что забрали Аэгис. Может было бы просто действовать. Тем более Огр зашел уже далеко. В него ворваться, по нему сыграть. Но это не наше. Знаешь, это не ЦИС. Команда, которую считают. У нас есть Эгидо. Эгидо Сила. Мы Сила. Прямо сейчас мы сильнее. И если графики открыть, да, они действительно наверняка уже сейчас потихонечку начинают лидировать. Нет? Нет? А, хотя вот по... Вази... По XP даже до 4000 доползли к 30-й минуте. Ура! Словом, можно было бы подраться. Но ТНС разумные ребята, и они хотя бы не лезут на ХГ, чтобы драться. Это потрясающе. Просто вот мое уважение. В Азии тоже игроки достаточно импульсивные. И если сравнивать с СНГ, то это регион, наверное, который больше всего подходит в сравнение. Но они вместе с этим еще и перенимают этот опыт, скажем так, дисциплина, что ли. Ну, потому что мы видим то, что с каждым годом коллективы становятся все более и более дисциплинированы в Юго-Восточной Азии. Да ТНС молодцы. Реально молодцы. Потому как очень соблазнительным было напасть. Но, как правило, файты с лоу-граундом на ХГ не залетают. Стампит от Кентавра, подсейвил. Залетело Дэна Вивера, но Рэйвен прожимает Блэкин Бар. Опять в пяте раскапливается. ТНС на этот раз забежали на хайграунд, где раньше находились клатчи, поджидали их у Рошана. И, видимо, намерены продавить ТР-2 вышку на миде. Ну, кстати, 10-секундная БКБ у Рэйвена пропала. Теперь кулдаун придется поджидать. Да, как-то обидно. Мьелнер появляется у Рэйвена. Тем временем Кентавр занимается все тем же сплитпушем. И опять приходится возвращаться ТНС. Опять приходится возвращаться Тимса на линию. Зажимают, не то чтобы зажимают на базе противника, но когда ты сплитишь, у тебя толкаются линии, ты не можешь выйти с базы. Потому что тебе постоянно нужно отпушивать. Если ты этого не делаешь, то любые твои выходы, они очень читаемы. Ну, во-первых, выходы читаемы. Во-вторых, если вы вдруг зайдете на хайграунд неудачно, это значит, что товарищ, который сплитил, мало ли того, что пропушит линию, то возможность несет какое-то вам здание и сам получит, ну, очень много. В огромном плюсе останется. То есть не рискует пока ТНС заходить на хайграунд. И, кажется, будут ждать вплоть до момента, когда клащи сами ошибутся. Сами пойдут и ошибутся. Хюрикен Пайк появляется у Ку-Ку. Ну, отличный выбор в данном случае. Отталкиваться от герокоптера, не попадаться под кентавра. Что можно придумать лучше, нежели чем Хюрикен Пайк в сочетании с БКБ. По-прежнему сплитят Клач Геймерс. Как же они разводят по карте сейчас ТНС. ТНС приходится стягиваться на верхнюю линию, но они уже там никого не найдут, потому что Клач Геймерс улетели, улетел ОД. Также отошли остальные игроки команды Клач. Браво! Пока вот этот вот сплит-пуш, пока эти разводы, они работают. И время играет не на ТНС, потому что у ТНС, да, конечно, классные герои, но у Клач ведь тоже у них суперсильный лейт. Мы знаем, что герокоптеру ему, для того, чтобы пробивать с руки, ему нужен фарм, ему нужен урон. И сейчас этот урон в виде Баттерфляя, он может появиться у Гира. У него уже имеется Талисман Уфа Вейджен. Есть 3600 на руках. Если появится Баттерфляй, он и против Темпларки будет защищен. Там Стампид, кстати, использован. Просто подловили ОД, ОД убивает Тимса. Но с ним должны разбираться Сэм Эйдж и Куку. Есть замедление Стрэпа, подходит сюда Огр Мак. Контр-нападение на Куку. Здесь уже вся команда Куку в Блокимбаре дерется. ОД сам себя сейвит. В это время Куку теряет эгиду бессмертия. Здесь же Рэйвен на Вивере. Жопаух, да. Куку дальше продолжает нападение на герокоптере. Есть Трэпа, замедление и Игнайт по Куку. Очень больно Огр Магу, но слишком быстро отходят игроки команды Клач Геймерс. Рейор хочет нападать, но у него нет блинкдаггера. Стяжка хорошая от Дарксира. Герокоптер на развороте дерется. У него откатился Флэг. Сейчас вот откатится. Теряют, кстати, Огр, судя по всему, после появления из Астрала. И тычки. И последний удар долетает на базе. Куку растолкался с Юрикен Пайка, с ОД. И ОД, судя по всему, именно от этого и погиб. И гонят. Добивают на базе уже своих оппонентов. ДМС, Новый год от СМК. Хотят уже тим вайп сделать, просто тим вайп. Колдаун полетел от герокоптера. Куку летит последняя тычка от Вивера. Гира живет. Куку прожимает БКБ. Ну и какая же драка затяжная. Вот Вивер так же погибает. Не повезло. Там Плоросатин сообразила побыстрее, что пахнет жареным. И пора уже разворачиваться. Развели на два байбека, при этом потеряли Вивера и Цепку. В размен на четверых героев и два байбека. Это очень круто для ТНС. Несмотря на то, что можно говорить, то, что они дайвили под хайграунд, под базу противника, да. И этот дайв был очень осознан, на самом деле. Они понимали, насколько они сильнее. Но без выкупа находится ОД сейчас на этой карте. И если ОД умрет, то очень великие шансы проиграть Клотч Геймер с эту карту. Ну на это рассчитывал там Плоросатин, когда нападал при какой-то поддержке на герокоптера. У герокоптера есть байбек на данный момент? У герокоптера байбек есть. Хотели, видимо, развести на байбек или что-то в этом роде. Только что и Арманс. А уже нет. Уже у герокоптера байбека. Бабочку, значит, купил. Да. Купил себе бабочку и выходят смолки. Игроки команды Клотч. Видимо, хотят подловить Ку-Ку. И они это могут сделать. Ку-Ку находится в опасности. Ку-Ку нужно бежать, если он хочет выжить. Прямо сейчас не жалеть блокимбара или тэп-аут? Просто делай тэп-аут. В любом случае, если бы вдруг на него напали, бы КБ тэп-аут. Тут все стабильно. До появления МКБ. Кстати, Солар Крест имеется у Огрмага. И очень много месов по герокоптеру. Да, это было заметно еще на боте. Будут нападать на Т2-вышку сверху. Эти инси могут ее пойти защищать, хотя у него слишком мало здоровья. Но могут ее пойти защищать ради того, чтобы убить ОД без байбека. Вот он смог. У Ку-Ку появляется Баттерфляй. Есть гли фортификации. Идут ТНС. Причем показывает то, что нужно заходить в спину противнику. На скане не спалили. Не спалили Радиант от своих оппонентов. Зато Дайры все прекрасно видят. Должны уже догадываться Радиант, что с Дади Тьма близится. Да, моментально реагирует Огр. Дарк Сир сейчас должен залететь со стяжкой и стенкой. Гирокоптер получает очень больно. Гирокоптер почти погиб. Погибает Дирич. Без байбека. Новый год от СМК. Стенка, стяжка по троим. Замечательная от Дарк Сира. Хотя ответная стенка стоит от Рубика, но уже даблкил делает Рэйвен. Падает СМК. И сейчас ОД докрывает ультимейтом. Минус Слардар. Но здесь уже погиб ОД. Без байбека. Гонят. По иллюзии только ОД летают. И несмотря на это Рубик остался. Минусует Дарк Сира. Но это минус 4 от команды ТНС. В размен на троих героев. И самое главное, что два кора выжили. Надо кликнуть файт рекап. Мне просто... Ах... Ну, файт рекап. Ну, спасибо. Любопытно было, сколько именно дэмэджа нанес Рубен. Но вроде как отображается. Ведь это в целом за весь файт на Рубика мы попали. 2000 дэмэджа со стенкой, стяжкой. Ну, не стенкой, стяжкой, конечно. Просто стенку. Он стащил ее. Это было красиво. Один Рубик полтимфайта сделал. Хоть каким-то образом помог оформить минусы. Но это никаким образом не спасает Дания. И практически упала уже тертревышка на минде. Чизится сейчас Хана. Вообще Кентавр играет в опасные игры. И здесь нужно понимать, что у тебя нет Аутворда Ваурора. Главного керри... Вернее, миндера команды. Но главного дэмэдж дилера. Потому что сейчас ОД очень много выдает урона. Вот гирокоптер, да, бабочка, да, все круто. Но у Тумпларки теперь тоже есть бабочка. А ОД против Баттерфля не так хорошо работает. О Тумплар Ассасин. Уже Баттерфлайт, да. Это проблема. Это огромная проблема. Потому что до появления на гирокоптере МКБ дэмэджа не будет хватать. Совсем. Хватало бы с лихвой, если бы у ОД было что-то на дэмэдж. У него вроде бы и есть, но он не успевает его как следует нанести. Он не успевает справиться с тем количеством урона, который получает. Под жуками, под Корозефхейзом, под Тумплар Ассасин. То есть, если можно нажать БКБ и забить болт абсолютно на гирокоптера, всегда будет под удар попадать ОД. Самый первый. Вот это главная цель Тинси. Умирает ОД, вы считаете, выиграли тимфайт. Это без шансов. Единственная загвоздка это Кентавр. Если Кентавр вовремя подсейвит, вовремя нажмет ультимативную, то шансы у ОД прожить в тимфайте как можно дольше, раскатить противника, куда-то от него убежать, потом вернуться, дать ульту, шансов становится намного больше. Академическое преимущество Тинси составляет 6 тысяч по золоту. Это совсем немного. По опыту 7 с половиной. И мы прекрасно видим то, что у Дарксира появляется Лотус, Орб, Хана стоит и ждет. У него, кстати, здоровья довольно много, 3 тысячи. Тампларка с ним в одиночку не справится. Тем более то, что там еще был Огрмак. Сейчас для Тинси выход либо дождаться Рошана, вновь пойти, уже на верочку закончить, потому что ОД по-прежнему без выкупа, Герокоптер по-прежнему без выкупа. Герокоптеру просто не хватает денег, у ОД все еще таймер 2 с половиной минуты. Лишаю сейчас леса Тинси своего оппонента. Выфармливают все, что там осталось. И идут на мид. Толкают мид на боте, толкают линию Этампурасаси и Драксир, повесив щиты. И что же вы, ребята, планируете? Рошана забрать? Да, на трапе только что Рошан спалился. Там же его встречает Сатир. Вот, просто Сатир на Страже Закона. Да, интересно, что сейчас придумают Клач. Будут ли выходить драться за Рошана, как за последнюю надежду, либо же будут ждать уже с Эйгисом противника на базе. Рошана давать нельзя ни в коем случае. Просто ни в коем случае. И драться они обязаны. И тут Клач. Кстати, Кентавр, может неплохо залететь, то Тинси в этот момент читают. Вот рефрешер у Кентавра. Откуда ты достал эти артефакты? Хекс появляется на ОД. Сейчас это лазейка, за которую стоит хвататься команде Клач Геймерс, потому что артефакты хорошие. Мы видим, что экономическое преимущество не слишком большое у Тинси, на самом деле. Да, конечно. Думаешь, только у Тинси есть план, кого убивать, кого фокусить, да? Если ОД подставляется, то они практически гарантированно файт выигрывают. Но и у Клач идентичный план, на файты с Тинси, если успевают повесить хекс на Тамплорасасин и зафокусить ее за этот хекс, как ты думаешь, что произойдет? Конечно, она умрет. Ну, полягут, полягут Тинси. Вряд ли Виверс может справиться один с этим количеством контроля и недостатком дэмэджа. Да, небольшое рошаностояние у нас происходит. Рошано застой, скажем так. Да, и заходят Клач. Такие огромные все бегают под бафом Огро. Слушай, просто заходят. Клач, кстати, тоже могут быстро справиться, учитывая то, что есть Солар Крест. И именно Клач начинают по инициативе сводить Рошана. Здесь же колдаун полетел. Вот оно, нападение от Тинси. От колдауна все расходятся. Кроме куху, с рефрешера. Сейчас будет прожиматься второй. То есть там Питц, тяжка, вроде бы неплохая, но там Блокимбарах. Игроки команды Клач Геймерс делают минус 3. Даблкил достается ОД. И не могут защищать Тинси Рошана. Он будет доставаться Радиентом. Ах, забавная такая ситуация получилась. То, что Дарксир, ты наблюдал в течение тимфайта за Дарксиром? Что он вообще делал? Казалось бы, что может быть лучше, чем тимфайта Рошани с ДСом? ДС может как следует раскастоваться. Стенка, стяжка, с блинка, нетрудно выполнить эту задачу. И там всего лишь одно единственное БКБ. Это на гирокоптере. Но Дарксир как-то, знаешь, призадумался. Вот он стоит на этом хайграунде и думает. Блин, там агоним на Кентавре. Если я прыгну, он мульту сразу нажмет. А если он раньше жал, то он завязает рефреш, и потом рефреш уже снова нажмет ульту. Еще нужно подождать, когда БКБ на гирокоптере кончится. И пока у него весь этот мыслительный процесс в голове проходил, в него пришелся Эклипс. А знаешь, потом что случилось? У него мана не осталось. Он уже ничего не скастовал. Кроме стяжки. Да, в самом деле, Эклипс, это очень опасная вещь. Это какой-то... Ну, это дикость. Это как КИМП. Тут Вивер нападает. Пару тычек таких солидных прилетело по Рубену. Рубен, кстати, разворачивается. Видимо, под Хану хотел сыграть. Возможно, поднять Вивероса. Но не так-то просто Рэйвена поймать. В конце концов, у него есть Линкенсфера. И он, кстати, хочет очень забрать себе и МКБ. Да, и игроки команды ТНС немножко замешкались. Правда, и Клач тоже, забрав Эгиду, они не стали так уверены в своей силе, потому что... И сыр еще. Да, и сыр. Но все равно уверенность Клач, она где-то меркнет. Понимает, что при неудачных для них раскладах их просто похоронят. Я думаю, что их неуверенность в себе буквально секундами отсчитывается, ориентируясь на показатели рефрешера Ханы. Идут без ку-ку. Темпларки нет. Неужели будут драться 4 на 5 сейчас ТНС? Это что такое? А это Рубен, который просто нафидел, ходил тут совершенно на стороне, решил провардить. И не должны драку принимать пока что Клач. Нужно подождать минуту. Почему нужно подождать минуту? Потому что необходимо иметь и два стампида. Кентавр, есть стампид. А что произошло? Почему он побежал назад? Это непопытно было сейчас. Кимс преследует своего оппонента. Там же крипы. Но Кентавр уже далеко делает блинкаут. Хотя его видит ку-ку на трэпе. Будут ли бросаться вот так вот такая граунт? Какие злые, а? Как цепные псы. Ну, 40 секунд отсутствует Рубик. Не сказала бы, что это основная их боевая единица, чтобы заходить на хайграунд. Что же Тиньси придумает? Ку-ку. Ломает вышку с одного удара. Там один удар оставался Т3. Тауэр. И отходят, видимо, подпушить немного верхнюю линию. Да, там есть... Райны можно забрать, тоже достаточно быстро. Вот, как раз этим и занимаются Тиньси. В конце концов, я думала, что же они такое задумывали? Почему они так стремительно бегут уже чуть ли не на хг рвутсы? А оказывается, уравнение было очень простое. Это забрать хитовый выход. У ЦМК появляется Форс Тафф. Ну, кстати, Ариору очень нужен этот Форс, потому что... Конечно. Там из-под колдауна Форс Таффа тоже было бы не лишним. Либо себя, либо своих союзников. Рэйвен. Пока продолжает Рэйвен фармить, немного где-то сплететь. Видя, очень здорово Кукурус Харасин сейчас Амэл. Просто в соло, через Хексули, я так понимаю. Просто так невозможно было это сделать. И накопил, ни много ни мало, но 20 интеллекта. Которые будут держаться еще достаточно долго. И подраться бы за этот период времени было бы вообще замечательно. Да, талант ОД прокачан. Есть две стампит, и можно что-то думать. Что-то придумывать. Двигаться. Сатаник у Геррокоптера. И Аегис. По-моему, пора. Пора действовать. Ни одного МКБ, я так понимаю, нет у Тинси на данный момент. Вот, Блотторн у Куку. Видит в нем огромную необходимость. Как и я, в принципе, тоже. И МКБ может себе позволить вивер, но откладывает на байбэк. Кажется, у Тампларки хватает ли? Вот на байбэк. Сейчас посмотрю. Да, хватает. Плюс был Торн. Есть Сворм, который отбросил вивер. Геррокоптер стоит спокойно настреливает. У него уже имеется Сатаник. Гера плотный. Вот как раз то, что будет Геррокоптером, если дать ему фарм. Здесь, кстати, Огромак находит Эмпларку. Ее форстафают из-под колдауна. Колдаун полетел. Тут уже накрыли ЦМку вместе со Слордаром. И Куку пытаются выжить. Спасти рядового Куку. Вот сейчас самая главная игра для ТНС. То, что умерло два саппорта, да, это неприятно. Это, конечно же, очень печально. Потому что и выкупа нету при Сталмейдене у Слордара. И три на пять принимают драку. Есть Сатаник, Сыр, поэтому не спешим пока сюда. Станпидс, рефрешера, использует Кентавр. Но пропадает Аегис прямо в драке. Но здесь уже Куку погибает. Рейвен использует святыню. Дерется под святыней. Выкупается Куку. Стенка стяжка от ЦМэйдж. Но ОД уже, кажется, не взять Куку. Нападает на Аутворда Ваура. Разблаторном пытается его разбить. И в итоге ОД погибает. Что за ерунда? Почему ОД вообще решил пересечь эту стенку? Ему было явно не по пути. Куку может прыгать дальше на Герокоптера. Да, вынуждена бежать. Расталкивается. Вот это Блокторн, Бига, хорошо. Но тут три героя. Да, 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 отлично действует. Это четыре героя, между прочим, если ты не обратил внимания. Их четверо здесь. И это байбэк от ОД. Тревела взял. И Детит заканчивает. Говорит, ребят, мне кажется, стоит. А это что за таймлэпс, Рейвен? Рейвен покупает Сиперманки Кимбар на последние деньги. И падает центральная сторона у ТНС. И здесь же Рейор вместе с Тимсом. Опять же, три на пять сейчас будут тратить ТНС. Да все, байбэк нет, Ланай. Они не смогут подраться по-человечески. Это нереально. Есть Сатаник, БКБ на Герокоптере. Герокоптер. Герокоптер может просесть по ХП. Его прячет ОД прямо в тот момент, когда он врубил Сатаник. Но уже падает Сэмка вместе со Слордаром. Рейвен 1 защищаться не может. Рубик использует ультимейт. Ворованный у Кристалл Мейден. Не может даже Рейвен подойти и банально просто кого-то пробить. Дать лишние пару тычек по Герокоптеру. Падает сторона у ТНС с Глифом. Но... Им не помешать. Им просто не помешать. Стоит с Гастом Рубик, с Глингдаггером и с Гемом. Впереди планеты всей. И Вивер не имеет шанса подобраться близко. ТНС по-прежнему не пишут Good Game. По-прежнему стоит еще одна сторона. Есть Сэмэйдж, есть Рейвен. Рейвен использует святыню. Понимает, что скоро все равно ее или разрушат, или придется написать ГГ, но Т3 Тауэр на последней стороне падает. И бараки начинают проседать. Доку-ку еще слишком много. Стенка, стяжка от Дарксира. Пошел нападать Рейвен. Дарксира моментально стирает Рейвен. Пытается раздавать урон, но слишком мало одного Вивера. Ответная стенка стоит от Рубика. И в итоге даже Огрмаг не погибнет. Рейвен вроде бы неплохой дэмэдж раздает, но на пятерых этого не хватает от одного Вивера. Не может один ВС-5 драться Рейвен. Заработали мега-крипов. Выжили из оппонента ГГ. И матч завершается. Браво, ClutchGamers. Тоже хорошая игра от ТНС. Но в итоге ClutchGamers выходят победителями именно в этой встрече. Возможно, для кого-то неожиданно. Для меня так точно. И это в который раз доказывает то, что команда, такой себе андердог, она может показать результат, но это еще не конец. Еще нас ожидает как минимум одна игра, потому что это Best of 3 серия. Победители проходят дальше и сразятся с Минески. А мы с вами увидимся после небольшой рекламно-музыкальной паузы. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай. Экспресс-сценаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и банды команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГБ.КОТ. Ты точно знаешь, кто победит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин